Мы всех приветствуем, продолжаем изучать книгу Рава Уришерки «Святости природы». Наша большая тема – это Тора Израиля, и последний ее раздел – это философия и пророчество. Итак, зачем изучать философию? В смысле, зачем мы будем с ней знакомиться? Ну, сразу нужно пояснить, что под философией имеется в виду не то, что мы привыкли понимать, как идеология некоего философа. Философия Канта, например, или философия Ницше и так далее. Под философией здесь, ну и в принципе у еврейских мудрецов имеется в виду конкретное учение или комплекс дисциплин, зародившихся в Древней Греции, которые так и назывались. Собственно, философия долгое время – это было практически аналогом науки, потому что это включало в себя геометрию, физику и так далее. Итак, вот это учение под названием философия, оно как сформировало целое мировоззрение, которое стало фактически центральным духовным путем у народов мира. И противоположностью ей является пророчество, которое лежит в основе уникального духовного пути народа Израиля в протяжении вот уже более трех с половиной тысяч лет. И здесь мы, как бы, очень часто у мудрецов противопоставляются философии и пророчества. И здесь Рафшерки хочет нам показать характерные черты одного и другого учения, чтобы мы увидели разницу между Израилем и народами мира, чтобы мы увидели разницу в мировоззрении, взгляде на мир. И через это противопоставление поняли особую роль еврейского народа в мировой культуре, так сказать, от противного, на фоне вот этой идеологии взгляда на мир, которая называется философия. Значит так, философия стала центральным духовным путем народов мира, а пророчество – это основа духовного пути народа Израиля. Среди мудрецов Израиля было разное отношение к философии, были мудрецы, на которых философия оказала сильное влияние, они использовали инструменты, наработки философии в своем учении, а были такие мудрецы, которые считали достойным полную непричастность к философским текстам, к их мыслям и так далее. Такие, например, как раби Ицхак Арама и раби Нахман из Браслова. То есть, всячески пытались от нее дистанцироваться и считали достойным это. Но так или иначе, мы живем в мире, где культура в большой степени сформировалась под влиянием философской мысли. Поэтому есть смысл нам ознакомиться с основными принципами философии, с философскими школами, которые повлияли как на мышление человечества в целом, так и на религии мировые, включая и иудаизм в их числе. И сегодня мы попытаемся в общих чертах разобраться в сути философии, понять ее происхождение и то, можно ли совместить ее с пророчеством. Это такое введение. Я совершенно не согласен. Философия и пророчество относятся к разным эпохам. Пророчество у нас до минус пятого века, четвертого. А философия только тогда и началась. А до этого у народов мира была некая не философия, а было то, что называется миф и легенда сегодня. То есть греческая философия. Возникает, в общем, это в минус пятом веке примерно. И поэтому параллель пророчеству – это ситуация мифов Древней Греции. И у них там совершенно иная ситуация. Там есть прямое откровение, там связи с богами, их не имеют. И у нас есть параллель, у них есть пифии. И параллель совершенно другая. То есть это разные формы прямой связи. И все это прекратилось где-то в минус пятом веке. И это то, что называется осевое время. И вот тогда же закончились и мифы Древней Греции, и началась греческая философия. Тогда же кончился индийский миф, и начался буддизм или философия индуизма. Тогда же в Китае кончился миф китайский, и начался конфуция и лао-цзы. То есть у всех народов, у всего человечества примерно в минус пятом веке произошел перелом. Дальше вопрос, почему это произошло. Другое дело, об этом есть очень интересное. Можно и у меня лекция об этом есть целая. В общем, это известная тема. Не я ее придумал. Это как бы все всем известно. Поэтому сравнивать нужно пророчество с, так сказать, греческой мифной системой, а философию с мудрецами Талмуда. И вот тогда будет параллель. Поэтому сравнивать греческую философию с еврейским пророчеством – это просто вещи из разных эпох, совершенно неправильно их как бы сравнивать и противопоставлять. С этим мы и будем сегодня разбираться. Это одна из наших тем. Вот айфон поднял руку. Марк, да? Да. Да, слушаем. Вы меня слышите? Да. Да. Вот я просто хотел… Пинхас сейчас объяснил. И, видимо, мой вопрос будет поэтому снят. Потому что есть такие, например, слова – философия хатидизма, философия мейнстрима, там, еще чего-то. С чем вы сейчас будете спорить? То есть вот это поясните, пожалуйста. Ну, имеется в виду, на самом деле, отношение мудрецов Израиля к европейской философии. Это нужно просто исправить. Поэтому не к философии вообще, а к европейской философии, что и называлась тогда философия. Поэтому европейская философия – это заголовок – это центральный духовный путь народов Запада. К городам Востока мы вообще ничего сказать не можем здесь. Эта европейская философия, она единая в мире еврейском, в мире мусульманском и в мире христианском. А в Средневековье она была единой. И вот в Средневековье был вопрос, как к этой философии относиться. Одни евреи это принимали, а другие евреи это отрицали. Но вот эти вот западного, под словом «запад» в данном случае, это старый иудаизм христианства и ислама, совместный, который в Средневековье был совместным. И вот это, в этом у тебя не налоги, в этом отношение будет высок к европейской философии. Так сейчас как бы ислам – это Восток, это вовсе не Запад. Ну, это сегодня ислам – Восток. А в Средневековье ислам был Западом. Настоящий Восток – это Индия. Но осталось влияние философии на как бы восточную исламскую культуру. Ну, ислам – это еще раз, это не Восток. На исламскую культуру, конечно, осталось. А то, что у нас сегодня политический ислам, так сказать, доминирует, это не значит, откуда это делось. Суфии остались теми же суфиями, и в исламской мире полно философов. Просто сегодня они не видны из-за политики. А, конечно, они есть. Ну, не зря Маймонит учится у Калама, а Фома Атлийский учится у Маймонита. Маймонит-то откуда брал философию? Из исламского, мне кажется, а не из христианского. Андрей, в предыдущем слайде стоит исправить, что не удовлетворили, но это европейская философия. В третьей строчке. Вот, теперь понятно. Окей. Ну, естественно, здесь всю европейскую философию имеется в виду. Окей. А Аристотель – это европейская философия? Ну, конечно, а какая же еще? Разумеется. Поэтому, естественно, европейская философия имеет два основных корня – аристокий или Платон. Поэтому есть аристокилизм и неоплутонизм. Это два вида европейской философии. Поэтому фраза «люди с философским подходом к жизни» это совсем не то же самое, что европейская философия. Мы, собственно, разбираем средневековый конфликт иудаизма с европейской философией. Принимать, не принимать и в какую принимать. Окей. Идем дальше. Поэтому, опять, и в четвертом-пятом пункте стоит заменить европейская философия, чтобы было более понятно, потому что иначе действительно... Хотя это повторение, конечно, немножко навязчивое, но сейчас мы не про редактуру говорим окончательного текста, а про правильное содержание. Спасибо большое. Ну да, немножко путаница с терминологией. Да, окей. Тогда следующий слайд заголовок европейской философии. Ну, мне кажется, вот тот текст, который мы читали, который предварительно перед уроком выставлен, он вообще идет, ну, противопоставление фактически отношение к Торе и отношение как к мировоззрению. И отношение как к мировоззрению философское. Вот это противопоставление. Мне кажется, еще уже... Дайте определение понятию философское отношение. Да, я не могу. Окей. Тогда объект, который мы обсуждаем, называется европейская философия. Ну, хорошо. Нет. Окей. Просто. Конечно. Хорошо. Хорошо. Иначе мы растечемся. Если не сконцентрируемся немножко. Хорошо. Давайте дальше. Спасибо. Тогда идем дальше. Итак, что такое философия? Если бы мы спросили философа, ну, я думаю, что Рафширки имеют в виду греческого философа. Классического. Естественно, да, отсюда. Если бы мы задали этот вопрос философу, то он бы ответил, что философия – это правильная форма человеческого мышления. И что каждый человек, он, по сути, философ. Вопрос только в том, когда он осознает это. Если вообще осознает. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кто еще не философ, он еще не осознал себя человек. Да. Это так представляет греческий философ. И отсюда вытекает следующий вопрос. Если естественное и правильное развитие человека делает его философом, тогда почему философия возникла только в определенное время и в определенной культуре? Если бы философия была настолько естественна, то мы бы слышали о философах, живших во всем мире во все времена. Точно так же, как группы крови почти равномерно распределены среди разных народов, так можно было бы ожидать, что и философы будут более-менее равномерно распределены во всех странах и эпохах. От доисторического периода до наших дней. Однако это не так. Фактически, философия появилась в мире только в VI веке до н.э. до Новой эры. И только у греков. И эти факты доказывают, что быть человеком это не значит быть философом. И что же наполняло духовный мир человечества до того, как появилась философия? Согласно имеющимся историческим данным, до VI века до Новой веры, до Новой эры народы были язычниками. И у них был целый мир верований, мифов, откуда они черпали духовное содержание своей жизни. Это указывает на то, что, вопреки утверждениям философов, человек по природе своей язычник, а не философ. Мифология, а не философия, являются точным выражением естественной природной духовности человека. Принято считать, что вера естественна для человека, и что у маленьких детей тоже есть вера. Вера у них есть, но она имеет языческий оттенок. Если спросить у ребенка, дошкольного... Даже не оттенок, а характер. Не оттенок. Она имеет языческий характер. Языческий характер. Оттенок – это как будто бы какая-то такая деталь. Она просто является языческой. То есть, она, по сути, является языческой. Конечно. Если спросить ребенка дошкольного возраста, где находится Бог, он скажет, что Бог находится на подолке детского сада, или в большом дереве, или в большой горе, или в любом другом крупном впечатляющем предмете. И это, конечно, языческое представление о божественном. Поскольку мы знаем, что у Бога нет тела, и он не ограничен каким-то определенным пространством. Тем не менее, дети воспринимают Бога именно так. Потому что находятся на начальном этапе своего духовного развития. То есть, получается, языческая вера, естественно, для ранней стадии развития как человека, так и человечества. Окей. Но фраза. Если быть человеком, это быть философом, она, конечно, вовсе не значит, что это естественно для человека. То есть, первоначальная фраза, что философ скажет, что быть человеком, это быть философом, это совсем не значит, что он считает, что философия – вещь естественная. Просто быть достойным человеком значит быть философом. Вот что он хочет сказать. Он отнюдь не претендует на то, что философия – это естественная и правильная форма мышления. Нет, он претендует на то, что философия – это достойная форма мышления для культурного и развитого человека. Поэтому никакой философ не спорит, что дети не являются философами. Дети даже не в том дело, что они язычники, они не философы. Поэтому противопоставление неправильное. Разумеется, человек в природе язычник, и никакой философ это не опровергает. Он просто считает, что это детство, что это несостоятельность, что это невзрослость. А нормальный взрослый культурный человек должен преодолеть свое детство, свои примитивные языческие потоды, стать философом. Вот что значит фраза «Быть человеком – это быть философом». Поэтому здесь, к сожалению, человек спорит немножко не с тем, что реально думают философы. Он их немножко искажает, мне кажется. То есть, древнегреческие философы, да, они как относились к мифологии древнегреческой? Они ее отрицали, преодолевали? Конечно нет, конечно нет. Конечно. Никто ее не отрицал, никто ее не преодолевал. Они еще осматривали как форму детства, форму предыдущей стадии, которая должна быть заменена на нечто более возвышенное. И поэтому все эти мифы должны восприниматься аллегорически, а не буквально. Вот и все. То есть, они не воспринимали прошлый свой этап как какое-то там утерянное, как божественное присутствие, да, как в Израиле, да? Нет, конечно нет. Вот это действительно, вот это разница. О! Вот это огромная разница, совершенно верно. Вот это нужно подчеркнуть. Вот это разница между Израилем и Грецией. То есть, Израиль все воспринимал, что мудрецы – это некая потеря, чтобы пророков было больше. Хотя, тоже в нашей традиции есть фразы, что мудрец выше пророка. Это тоже у нас есть. Это поэтому амбивалентно. Это не то, что чисто мы пали. Но, конечно, есть идея, что мы пали. Та самая еридата дарод, понижение поколений. Предыдущие, конечно, были гораздо выше. Высле лидеры духовные. И это есть. И все, оказывается, в еврейской традиции это очень сильно. У греков я этого не знаю. По-моему, насколько я понимаю, философы никак не считали, что они ниже уровнем, чем мифы. Но это интересно спросить у специалиста по греческой культуре. Такие есть. Мы можем спросить. Задать прямо вот этот конкретный вопрос. Это действительно очень интересная разница между еврейской традицией и, скажем, европейской. Так, интересно. Есть какие-то вопросы, еще комментарии? Теперь, почему она появилась в Древней Греции? Это вопрос такой странный. А почему? По-моему, что появилось в Сейтанах только в Израиле. Греки древние. Чрезвычайно даже слово «талантливый народ» это неприменимо. Великий народ, величайший народ. Древние греки. Как и римляне, кстати. Поэтому, да, это мировая совершенно уникальная вещь, которая дала миру совершенно европейскую философию. Конечно. И много еще чего. И театр, и науку. Еще два миллиона вещей. А почему математика появилась в Древней Греции? Понимаешь? Так, задать. Математика же в Древней Греции появилась, а не где-то еще, да? То есть, математика как математика. Не то, что мы умеем измерять, а то, что вообще идея доказывать что-то. Доказывать геометрию, ну или вообще такая идея доказательства. Она чисто греческая. Ни один народ в мире этого не придумал. Это еще более великая вещь, на которой стоит вся современная наука. Ну и он все появился в Древней Греции. Почему в Древней Греции? Ну такой великий народ. Ничего не скажешь. Мне кажется, я вот могу, ну, одно суждение сказать. Разница глубокая. И она прослеживается во всех. У нас Тора, она источник мифа и мировоззрения, и веры. А у греков миф не превратился в веру. У них появилась идеалистическая философия, где подразумевается нечто похожее на дух, на веру и так далее. Ну так мне кажется. Понял. Значит, давайте слово вера здесь убьем. То есть, не вера, убьем слово идеалистическая философия. Идеалистическая здесь никуда не годится. Идеалистическая – это про Европу нового времени. Это неадекватный термин. У греков… Согласен, согласен. Согласен. У греков была своя система морали. У греков была своя система веры. Никак нельзя сказать, что у них миф не был источником веры. Был, конечно. Все это было. Вопрос только в греках. Почему они в своей вере так ослабли, что приняли нашу еврейскую веру? Вот это действительно феноменальный вопрос. То есть, грубо говоря, почему они развили так сильно науки, искусство и философию, а вот веру взяли у нас. И это действительно феноменальный и фундаментальный вопрос западной цивилизации, но на нем все стоит. Афина и Иерусалим. Это шестов там… Да-да-да-да. Афина и Иерусалим, да. Это серьезнейший вопрос. То есть, вы хотите сказать, что иудаизм включает в себя Древнюю Грецию, а не наоборот? Нет, не хочу так сказать, совершенно не хочу. Иудаизм не включает в себя Древнюю Грецию. Древняя Греция – это отдельный феномен от иудаизма. Но древние греки дали миру искусство, науку, философию и много-много всего другого, а вот и религию они заимствовали у евреев в виде христианства. Вот этот вопрос фундаментальный. Конечно, они не включают. Совершенно верно. А римляне дали миру еще там, ну, фактически закон. Самое главное, что… Право. Право, да, римское, да. Система права. Которого не было у греков и не было у Израиля, кстати. На то, потому что римляне – это империя, а Александр Македонский, он только нес миру то, что было до него сделано. Но сам он не делал. И его империя не выжила. Его империя тут же развалилась. Поэтому у них не было такого настоящего имперского мышления, которое основано на праве, которое было… Ну, до имперства, конечно, и в эпоху Ислубники было право. Но вот это через империю оно, конечно, продвинулось. Скажите, а в обратную сторону было влияние? Где-то древние греки повлияли на иудаизм? Или, может быть, сегодня влияют? Разумеется. Разумеется. Сегодня понятно, сегодня понятно, да. Ну, секундочку. Простейший пример, простейший. Пасхальный седр. Вы помните, что у нас все называется фикаман? То, что в конце седра. А нужно во время седра возлежать. Это что, негреческие обычаи? А какие же? То есть, самую нашу центральную вещь, пасхальный седр, интенсивнейшим образом еще в эпоху конца второго храма проникли греческие обычаи. И отсюда возник вообще весь современный пасхальный седр. Ну и как? Вот вам влияние огромное. Я уж не говорю про философию. Это само собой. Но философия повлияла позже. Скорее, в средние века. А вот греческие всякие понятия, вся эта концепция свобода, она вообще сильно греческая. Но она воникла в ударе мощнейшим образом. Ну, Рамбам яркий еще пример. Ну, Рамбам, я говорю, Рамбам-то среди вековья. Мы же говорим, разумеется, что с Рамбам, можно начать с Садья Гаона. Да, да, да. Само собой, да, да, да. Но, конечно, влияние и греков, и евреев на греческий мир огромнейшее, огромнейшее. В общем, вся западная, западный мир стоит на четырех китах. Это еврейская религия, греческое искусство, наука, философия, римское право и германская система власти. Вот, собственно, из этого возникла Европа. Окей, дальше. Да, идем дальше. Итак, следующий, следующая глава, прекращение пророчества. Итак, кроме язычников, в Древнем мире также действовали пророки Израиля. Это мы говорим до VI века, до Нового века. Множество пророчеств осталось от огромного пророческого мира, который определял духовный и нравственный путь еврейского народа. Пророки Израиля часто выступали против главного духовного врага – идолопоклонства. Но в их посланиях мы не найдем ни одного слова против атеизма. Причина проста. Во времена пророков божественное присутствие обитало в мире и ощущалось настолько сильно, что утверждение о том, что Бога нет, противоречивало бы всей картине реальности. Сейчас, в постпророческую эпоху, если человек верит в Бога, то он верит в Бога как какое-то абстрактное понятие. Однако в эпоху пророков вера в Бога была вполне ощутимой. И вопрос был в том, только какому Богу служить. И об этом все речи пророков, о которых мы читаем в книге «Навиим». Они никак не борются с атеизмом. Андрей, я немножко перебью, извини. Я вижу, что все, Шерки пишет все, что я сказал раньше. И, видимо, ошибка моя была в том, что предыдущие было противопоставить пророчество и философию. Может быть, предыдущие должны быть править здесь. Нужно в предыдущих случаях сказать, должны ли мы противопоставлять. То есть поставить предыдущий слайд, ну не этот, а еще два предыдущих. Сильно раньше, еще раньше. Да, вот здесь вот. Да. Надо ли противопоставлять, надо ли их совмещать. То есть какое соотношение между ними. То есть заголовок – это какое соотношение между философией и пророчеством. Что с одной стороны мы видим вот это. А можно ли совместить, если это уже там… Более поздним вопросом. Но если поставить здесь, что с одной стороны мы видим разницу, то есть как бы, так сказать, поставить вопросительный знак над всем этим слайдом, тогда это будет правильнее. То есть я воспринял этот слайд как утверждение, поэтому стал возражать. А Шерки, видимо, имел в виду поставить его как вопрос. И тогда все окей. Ну, здесь как бы вопрос влияния, да? Что есть мир, который оказал влияние философия, и есть мир, на который оказал влияние пророчества. Да. Здесь, наверное, надо сделать. Философия и пророчества совмещаются или противополезны. Ну, может быть, да. Но над следующим слайдом сделать заголовок «Постановка проблемы». Вот это. Ну да, это, собственно, есть как введение постановки. Ну, давай поставить заголовок, как мы сделали, «Постановка проблемы». Когда это будет более четко. А может быть, вот я попробую сформулировать, это незрелая мысль, только что пришла в голову. Вы совершенно справедливо сказали, что нужно противопоставлять мудрецов и философию средневековую. А разница состоит в том, что мудрецы черпали смыслы в торе, в мифах, а философия черпала смыслы в природе, в изучении мира. Нет, нет, я не согласен. Это очень сложный вопрос. Философия вовсе не черпала в изучении мира. Философия Аристотеля – это то, что вы говорите, а философия была совершенно другая. Так что это не годится разница. Ну, хорошо. Я не настаиваю. Окей. Пойдем дальше, да? Спасибо. Так, окей. Духовная революция в VI веке до новой эры. Что же произошло в мире в этом веке? В течение примерно ста лет по всему миру происходили поразительные явления. В Греции во времена правления Перикла появились первые философы. В это же время в Персии действовал человек по имени Заратустра, который создал новую религию – зороастризм, основанную на принципе, что есть хороший бог и есть плохой бог. На Востоке, на Дальнем Востоке имеется в виду, появился человек, известный как Будда, который выступил против классического индуизма и произвел переворот в духовном мире Индии. Параллельно этому в Китае действовали два человека – Лао Цзи и Конфуций, распространившие, соответственно, даосизм и конфуцианство. Итак, мы видим, что в VI веке до новой эры, в одном периоде примерно сто лет, происходит духовная революция в разных центрах по всему миру, в культурах, которые не имели контактов друг с другом. Вопрос, что же послужило причиной этому? Именно в это время примерно в народе Израиля действовали мужи Великого Собрания и последние пророки. Этот период был переходным этапом между эпохой пророчества и эпохой мудрецов – это в Израиле. И таким образом, зарождение философии, а также новых религий – все это происходило параллельно с угасанием пророчества в народе Израиля. Из этого можно сделать вывод, что исчезновение божественного присутствия в Израиле было ощутимо во всем мире. За несколько десятилетий до разрушения первого храма пророк Еремия говорил о том, что в будущем народы мира узнают, что выросли на ложных верованиях. Вот цитата. Это приведет к большой путанице верованиях народов. Аналогично этому в Талмуде есть рассказ о том, как Эзра, писец, просил удалить склонность человека к идолопоклонству. И Всевышний услышал его просьбу и дал ему власть над этим желанием. Склонность к идолопоклонству зарезали, поместили в свинцовый котел и в это же время увидели, что огненный лев вышел из святая святых храма. Посыл этой истории ясен. Уничтожение и стремление к идолопоклонству имеет свою цену. Это уход божественного присутствия из мира. В результате этого божественность перестала быть явной. И поэтому та божественность, которую язычники отождествляли солнцем, деревьями и другими творениями, стала для них неощутимой. Таким образом, следствием удаления божественного присутствия из мира стало развитие религий и философии. После того, как исчезло явное ощущение божественного в мире, образовался вакуум, в котором смогли развиваться человеческие религии и философские системы. Вот у меня только вопрос относительно пророчества Иеремии. Получается, он видит позитив в уходе шхены, потому что только благодаря этому народы обращаются к Богу. По сути, они не обращаются к Богу, они просто оставляют языческие верования. То есть, для них, получается, это стало позитивно, уход шхены. Ты знаешь, это серьезный очень вопрос. И я думаю, что можно даже заставить список вопросов, которые надо слабо о вашей человеке спросить. Это серьезный вопрос, о ком это оценивает. А можно это все вообще воспринимать с точки зрения, ну, как будто люди доросли до того, чтобы рефлексировать? Где-то возник иудаизм, где-то возникла философия, люди начали задаваться такими вопросами, строить такие сложные концепции. Ну, это можно, конечно, философия равна рефлексии. Вопрос только в том, что рефлексия появляется, когда уходит живое чувство. То есть, пока есть связь с Богом, нет рефлексии на эту связь. Ну, что-то за счет чего-то. Вот-вот. Что-то за счет чего-то. Рекрасно. Так должны ли вырадоваться уходу прямого чувства связи, ощущению связи, чтобы началась рефлексия? А может быть, оно не ушло, оно просто временно отключилось, чтобы мы могли усложниться. Но можно и вернуться к этому. Это, пожалуйста, такой простой подход, что... Сейчас, секунду. Одну секунду. У меня здесь ошибка. Да. Конечно, можно сказать, что оно ушло временно, чтобы потом вернуться на следующем этапе. Пожалуйста. Это то же самое, что храм разрушен, чтобы евреи продвинулись, а потом построили храм на следующем этапе. Пожалуйста. Мне интересно, резонирует ли вам такой подход, что вы именно считаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Вполне может быть. Я никак не против. Очень может быть. Получается, что это некий спуск ради подъема, да? Скрытие ради исправления. Да, действительно, тогда, окей, это правильный формулировок. Ну, тогда двинемся дальше, если нет вопросов. И разберем, в чем же задача, предназначение, миссия философа. Существует множество разнообразных профессий. У каждого специалиста есть определенная цель, которую он преследует в своей деятельности. Например, если спросить сапожника, чем он занимается, он ответит, что чинит людям обувь, чтобы они не спотыкались о камне и другие препятствия. Что же ответит философ, если его спросить о цели его миссии? Имеется в виду, опять же, древнегреческий философ, да, ну, в основном. Он бы ответил, что его задача, как философа, состоит в удовлетворении базовой человеческой потребности. То есть, находить ответы на неразрешимые вопросы, которые возникают у людей относительно мира. Но почему бы эти вопросы не адресовать тому, кто сотворил мир? То есть, владыки вселенной. И тогда философия, по сути, окажется совсем не нужна. Однако, исходным пунктом философского метода является то, что вопросы о мире невозможно задать Богу. Ведь Бог философов, то есть тех философов, которые действительно верят в его существование, не разговаривает с людьми. Теперь становится более понятным, почему философия появилась в мире только после прекращения пророчества. Только когда перестала звучать в мире божественная речь, философы начали искать интеллектуальные ответы на вопросы, которые были у людей о мире. Философия пришла, чтобы заполнить ту пустоту, которая осталась в мире разума после ухода божественного присутствия. И точно так же возникли религии, которые появились параллельно с развитием философии, и они появились, чтобы заполнить эмоциональную пустоту, которая появилась в мире чувств после ухода Шхены. Термин «философ» встречается в Талмуде два раза. Первый раз в трактате «Шаббат» цитата. «Има Шалом, жена раби Элезера, была сестрой раба на Гамлиэля, а по соседству с ней жил тот философ». Раши здесь объясняет, философ – это эпикорис или еретик. Это негативная характеристика. Вот я ее красным выделил. То есть философ, по мнению Раши, это не достоинно быть философом. Второй раз слово «философ» появляется в трактате «Абуда Заран». «Учили наши мудрецы, спросили философы старцев в Риме, если ваш бог не желает поклонения звездам, то почему он не отменит его?» Здесь опять же комментарий Раши, и он пишет, философ – это мудрецы народу. То есть философ здесь представлен в положительном свете. Мудрецы Израиля даже установили особое благословение, которое следует произносить, когда видим мудреца из других народов. Как объяснить это противоречие между двумя противоположными толкованиями понятия философа? В двух упоминаниях этого термина в Талмуде. Чем отличается Эпикойрес в трактате «Шаббат» от Эпикойреса в трактате «Абуда Зара»? Рава Шкиназия Маниту говорил, что философ – это тот, кто отвергает традиционную веру своего народа. Философ в трактате «Шаббат» – это еврейский философ, как видно из контекста. Если так, то речь идет о философе, который отвергает слово Бога, еврейскую традицию. То есть, это мин называется, еретик. Философы из трактата «Абуда Зара» – это не еврейские философы, которые отвергли языческую традицию своего народа. И за это они достойны похвалы. Поэтому Раша называет их мудрецами народа. То есть, это положительная характеристика. И здесь выясняется важный принцип. Философская революция положительна для народов мира, но отрицательна для Израиля. Это в какой-то мере ответ на вопрос о пророчестве Иеремии. Есть какие-то комментарии? Сложно сказать в контексте. Не появился бы Коген. Тогда чувствовалось… Когда появились великие философы, чувствовалось некая идеологическая отсталость. И ее надо было преодолеть. Отсталость от кого? Чувствовалось идеологическая отсталость еврейского мира без серьезной философии. Ну, я бы так не сказал. Может быть, это слишком жесткая фраза и так далее. Но любой нормальный, образованный, верующий еврей чувствовал величие немецкой философии и значимость тех вопросов, которые она ставила там и так далее. И очень хотелось появления таких религиозных евреев на таком уровне. И Коген, мне кажется, был первый в этом ряду. А, Герман Коэн. Да, да, да. Ну, да, это уже в более позднее время, да, как бы иудаизм стал как бы усваивать, да, вот эту философию и выдавать как бы с той же значимой… Ну, там более сложные некоторые люди считали, что первый философ это был Моисей, там и так далее. Ну, насколько это… Это сложная мысль, что там все уже заложено и так далее. Но очевидно, что этот искус, ну, в России этим занимался Шестов очень, ну, очень серьезно. Вот. И так далее. Ну, это все-таки не главный философ. Ну, окей, хорошо, мне кажется, это, как бы, не самое главное направление философии. Так, идем дальше. Эпикойрос. Тот, кто отвергает еврейскую традицию, называется в Талмуде эпикойрос. Есть такой термин по имени древнегреческого философа Эпикур. А чем же Эпикур заслужил, чтобы его именем стали называть каждого, кто отвергает одну из основ иудаизма? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, в чем состояло философское учение Эпикура, которое сделало его примером еретика в глазах мудрецов Израиля. Учение Эпикура ставило в качестве моральной цели интеллектуальное наслаждение. Цель жизни человека, по утверждению Эпикура, состоит в том, чтобы достичь интеллектуального наслаждения, поскольку нет большего наслаждения, чем интеллектуальное. И для того, чтобы достичь максимального интеллектуального наслаждения, человек должен прилагать большие усилия и также исправлять свои качества. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Но, по сути, учение Эпикура – это самое большое богохульство, которое только может быть, говорит Рафшер. И вот почему. С тех пор, как прекратилось пророчество, разум стал единственным инструментом человека для познания Бога. Согласно иудаизму, разум человека – это ключ к постижению истины. Эпикур же превратил разум в источник наслаждения, в инструмент, цель которого – создавать интеллектуальное удовольствие. Но интеллектуальное переживание полностью размывает поиск истины. И тот, кто сосредоточен на удовольствии, которые приносят ему интеллектуальные постижения, не заинтересован по-настоящему в поиске истины. Идем дальше. Критерии истины. В этом месте я хотел бы немножко сместить. Мудрецы совершенно справедливо критиковали Эпикур. Но Эпикур не number one в философии. И когда говорят эпикурейцы, имеют в виду именно конкретно. Было бы важно мнение мудрецов про Аристотеля или Платона и так далее. Про величины основополагающие. И про это, мне кажется, в нашем тексте, я имею в виду Рава Шерки, ничего нет. Да, поддерживаю. Это хороший вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа. Тут нужно знать Талмуд, да, что как там конкретно, есть ли какое-то отношение к Эристотелю и так далее. Собственно, там и про Эпикуру тоже нет. Там есть диалоги с философами, не еврейскими, а с жителями Афин. Но с другой стороны, мы здесь вот собираемся, все это обсуждаем. Может быть, никто другой это вообще не обсуждает, насколько мне известно. Может быть, мы и заложим отношения. Ну, нет, ребят, мы здесь ничего не заложим. Мы обсуждаем небольшое это самое. Это давно все без нас сказали. Тогда идем дальше. Критерии истины. И здесь мы подходим к принципиальному различию между мудрецом Тора и философом. Это различие заключается в критерии истины, которым они руководствуются. Если мы возьмем, к примеру, Маймонида и Баруха Спиноза, двух евреев, которые толковали Танах оба и которые оба занимались философией, то мы увидим, что Спиноза определяет истину в соответствии с тем, что кажется ему правильным. И также любой серьезный философ устанавливает для себя параметры, по которым он решает, что истина, а что ложна. Философский критерий истины автономен. Истина – это то, что кажется правильным философом. У Маймонида же критерием истины является Тора, как он объясняет в последней главе путеводителя Растерина. А интеллектуальное исследование Маймониду нужно лишь для подтверждения того, что уже известно ему из Торы. Следовательно, раввинистический критерий истины – гетерономен. Автономный, то есть внутренний, да, и гетерономный – внешний. Предназначение философии для народа Израиля в том, чтобы интеллектуально осмыслить то, что их предки уже знают из опыта. А если у народов мира философия – это не что иное, как разговор философа с самим собой, то в народе Израиля философия – это попытка интеллектуально постичь содержание ценностей, источник которых находится в бесконечном. Да, это то, о чём мы говорили. Была некая пророческая традиция, потом пророчество ушло, божественное присутствие ушло, и следующее поколение, которое называется мудрецами, они уже вот это, то же самое послание передают на другом языке, на языке логики, рационального мышления и так далее. То есть пользуются теми же инструментами, которые пользуются греческие философы, но для того, чтобы передать то послание, которое идёт совершенно из трансцендентного источника. Это послание, которое донесли пророки. Окей. Вот интересный вопрос задал Роман. Настоящий глубокий философ приходит рано или поздно к единому Богу, а вот верующий иудей, занимаясь философией, скорее уйдёт от него. Ну, это, извините, это несерьёзно. То, что верующий, занимающийся философией, уйдёт, это средневековые опасения антифилософские. Просто несерьёзно. Да и философ не обязательно придёт к единому Богу. Это всё идеализация. Смотря какой философ, посмотри. Ну, это несерьёзно. Никуда ни к чему не придёт. Несерьёзно, несерьёзно. Я подтверждаю. Серьёзно, потому что, у нас все философы, более-менее начиная с Средневековья, уже живут в пространстве монотеизма, понимаете? Ну, что, пойдёт философ к религии, может, а не как ни к единому Богу. Ну, и что? В общем, полной философ к ничего такому не приходит. В общем, это, мне кажется, несерьёзно. Я предлагаю пойти дальше. Про постмодернизм есть урок 64-й Ликутей Муаран. Советую посмотреть. Вот есть уроки Пинхаса по этой таре Робина. Ну, да. Окей, это не совсем про постмодернизм, только, ну, окей. Хорошо. Так, теперь поговорим о попытках наладить мосты, да, между философией и пророчеством. Если так, то философию и пророчество, в принципе, невозможно соединить. Тем не менее, в ходе истории совершались разные попытки их согласовать. И одна из наиболее интересных попыток была предпринята еврейским философом-неокантианцем и Хескелем Германом Коэном, который жил во второй половине XIX века. Он был хорошим евреем и в конце жизни пришёл к соблюдению заповедей. Много лет он преподавал свою философскую концепцию в университете города Марбурга в Германии. И в своей книге «Религия разума. Из источников иудаизма» он показывает, что иудаизм является наиболее удачным воплощением философского и этического учения Эммануэла Канта. На одной из лекций, когда Герман Коэн излагал свои учения перед аудиторией, один из студентов еврей... На одной из лекций, когда Герман Коэн излагал свои учения, один из студентов евреев встал и задал простой вопрос, примерно такой. Где в той системе, которую вы описываете, место для владыки мира, бога Авраама Ицхака Якова, который избрал народ Израиля? Когда слушатель закончил говорить, Герман Коэн заплакал. Он плакал, потому что у него хватило интеллектуальной честности признать свою ошибку, что мост, который он пытался построить между философией и пророчеством, невозможен. О несовместимости пророчества и философии писал еще рабе Иуда Аливи. В книге «Кузыри» есть диалог философа с хазарским царем. Причем этот философ верит в Бога. И говорит он о своей вере так. У Творца нет ни желания, ни ненависть, потому что он выше всех желаний, всех намерений. Рабе Иуда Аливи привел мнение философа с целью его опровергнуть. Но если он хотел опровергнуть философский метод, тогда почему он не привел мнение философа, который не верит в Бога? Есть философы, которые верят в Бога, и философы, которые не верят в Бога. Это было бы более убедительным. Но рабе Иуда Аливи нарочно решил представить мнение верующего философа, потому что он хотел показать, что любой философ, даже если он утверждает, что у мира есть Творец, по сути является атеистом. Бог, в которого верит философ, не разговаривает с людьми и вообще не участвует в их жизни. Такой Бог, даже если о нем говорят, что он существует, его существование не имеет никакого смысла. В начале книги Орот Акодыш, ее редактор Давид Коэн, Аназир, пишет следующее. «Пророческий дух или дух святости – это основа древней мудрости Израиля в Танахе, в Талмуде и Медраша, а затем в теоретической литературе, как внутренней и скрытой, так и открытой и научной. То есть Тора Израиля, передаваемая из поколения в поколение, представляет собой явление духа святости на мудрецах в различных формах и оттенках». В своей книге «Голос пророчества» Раф Назир несколько больше раскрывает суть пророчества. Там он пишет. «Понимание открыто мудрецам Израиля, если они прислушиваются к традиции, передаваемой по цепочке из поколения в поколение, с тех пор, как отцы наши услышали ее из первоисточника. Если они не пророки, то сыны пророков». То есть он, насколько я понимаю, есть понятие пророчества, есть понятие святой дух. Он говорит, что неважно. Это некий высший дух, который говорит устами мудрецов, как пророками, так и мудрецами до нынешнего времени. А можно вопрос? Да. Я правильно понимаю, просто текст, материал очень плотный, столько мыслей. Я правильно понимаю, что невозможен мост между пророками и философами из текста? Да, об этом и речь. Что это кардинально, принципиально разные просто миры, мировоззрение, восприятие жизни на самом фундаментальном уровне. А можно в двух предложениях суммировать, почему, в чем кардинальная разница, чтобы уложилось как-то? И это дальше как раз. Я, честно говоря, не так уж отсюда уверен, что мост невозможен. Мост бывает самых разных видов. Наличие противоречия не является причиной отсутствия моста. Я тоже так считаю, кстати. Я просто хотел бы комментарий Пинхаса именно услышать, потому что он-то, как мне кажется, явно подтвердил мою мысль. Поэтому мне интересно раскрыть тему. Было бы... Пинхас, если вам это вообще сейчас... Ну, а здесь нечего говорить. Мы же не дочитали еще. Но, в принципе, я не вижу пока что... То, что здесь сказано, сказано, что есть противоречия. Отлично. Наличие противоречия никак не... Из этого не следует, что отсутствует мост или отсутствует синтез. Может быть, и присутствует. Посмотрим. Отлично, спасибо. Хорошо. То есть, я так понимаю, что это разные взгляды на мир. Но при этом плоды этих взглядов, да, они могут усваиваться, как философы могут усваивать какую-то часть еврейского учения, как это произошло в христианстве, так и евреи могут усваивать какие-то инструменты философии, что тоже очень активно было в Средневековье, да, развивалось. И в этом плане мост, конечно, возможен, да. Но Раф Шеркин нам хочет подчеркнуть вот разницу именно мировоззрений, да, разницу вот этих основ. И сейчас мы этим займемся. Источник пророчества в акте слушания пишет Раф Назир, еврейская логика – это логика слуха, она не аналитическая, она акустическая, а не интуитивная. Источником же философии являются зрение и человеческая логика, которая также построена в основном на зрительных образах. И, следовательно, разница между пророчеством и философией подобна разнице между слухом и зрением. Важное значение зрения связано с его способностью дать человеку максимальную информацию в минимальное время. И в этом преимущество зрения по сравнению с другими чувствами. Но это информация поверхностная. Зато информация, получаемая через слух, гораздо глубже, и она проникает в более внутренние части души. Здесь, мне кажется, нужно подробнее остановиться. Сам орган выглядит как глаз, он выпуклый, а ухо вогнутое. И потом зрение, оно зависит от выбора человека. Я смотрю на что-то на поверхности только предмета. А на слух я воспринимаю информацию только если кто-то хочет мне что-то сказать. Если мне говорят, то я воспринимаю эту информацию. Я не могу от нее разве что только заткнуть уши. Но если мне ничего не говорят, ничем не хотят сказать, то я и никакую информацию не получаю. В отличие от зрения. Там, где я с одной стороны получаю больше, но эта информация, она такая достаточно поверхностная. А можно тоже я подкреплю своим примером? Как мне кажется, он тоже может объяснить, который только подкрепляет написанное. Как мне кажется, это можно сравнить музыку и изобразительное искусство. Вот музыка, она прямо напрямую, как глубокий, глубинный машинный код, такой общается с человеком. А изобразительное искусство, оно более сложно, более абстрактное. Ну вот, когда два человека разной культуры слушают музыку, они, в принципе, где-то там соединяются. Когда два человека разной культуры смотрят какую-то картину, не факт, что они прям поймут, что хотел сказать автор. Поэтому на слух действительно воспринимается совершенно на каких-то других этажах, более нижних, на мой взгляд. Более глубоких, да. Интересный пример, спасибо. Итак, этот акцент характерен и для восточной мистики, где духовное возвышение называют просветлением, что также ассоциируется со зрением. В то время как пророческая традиция Израиля, в ней мистика связана с ожиданием услышать Слово Бога. И именно слух является доминирующим в божественном откровении. И декларация веры Израиля также основана на слушании. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог Господь один. Это объясняет, почему пророчество в определенной степени ограничено. Оно зависит от места, времени человека. Пророчество может быть только в земле Израиля, в определенные периоды и с особыми людьми. Но это не недостаток пророчества, а скорее достоинство. Поскольку пророчество связано с внутренним миром души. И поэтому оно может быть только у тех, чья душа открыта для его восприятия. Понял, да? Суфи же занимаются. И поэтому доступно в принципе каждому человеку. Есть какие-то комментарии про зрение и слух? Ну, это классический подход Назира. Но мы совершенно спокойно найдем в таре смотри, а не слушай. То есть вот такое сведение, что пророчество – это слух, мне кажется, это немножко упрощение. В таре есть смотри прекрасно наравне со слушай. Поэтому я бы не стал, что это противоречит моего пророчества философии. Не согласен. Тем не менее считается Моше высшим пророком, потому что он не видел образов, он только слышал. Ну и что? Да, но таре есть же смотри тоже, правда? Да и куст он видел. Да, ну в общем, мне кажется, это один из аспектов так представить. Но не обязательно, можно и по-другому. Но мысль красивая все равно. Ну философия доступна каждому. Ну что это такое? Это серьезно. Требует подготовки еще какой? В смысле наблюдать за миром и делать выводы. Это же доступно каждому. Ну и что? Доступно каждому, не требует подготовки. Еще о какой подготовке? Иначе у нас все были бы вокруг философии. А совсем не так. А это совсем не так. Так, тогда идем дальше. Личностный характер пророчества. В пророчестве есть обращение одной личности к другой личности. Творец мира обращается к человеку. Стих Торы «И сказал Господь Моисею, говоря, это суть пророчества». Бог говорит с Моисеем и передает ему то, что Моисей должен передать другим. В отличие от пророчества, у философа нет диалога в процессе постижения. Отношение философа с Богом можно сравнить с подключением прибора к электрической розетке. Как электростанция постоянно подает электричество, ей не важно, какой прибор подключен к розетке, так и Бог философа служит своего рода электростанцией, обеспечивая жизненной силой творения, без всякого намерения и желания устанавливая с ними связь. Существует, однако, спор между Рамбамом и Каббалистами о том, насколько естественно для человека пророчество. Рамбам считает, что пророчество естественно для человека и представляет собой высшую реализацию человеческого предназначения. Рамбан и Каббалисты, наоборот, считают, что пророчество вообще не естественно для человека и является откровением свыше. Тем не менее, даже Рамбам подчеркивает в путеводителя растерянных, что возможна ситуация, когда человек достоин пророчества, но не пророчествует. Бог пророков не действует как машина, но как личность, обладающая желанием, и поэтому может и отказаться разговаривать. Раф Кук разрешает этот спор между Рамбамом и каббалистами. В своей книге «Атурей Софрим» он объясняет, что есть два вида пророчества. Есть пророчество, которое является внутренним для человека, и его содержание касается только того, кто его получил. И о таком пророчестве говорил Рамбам, что оно естественно для человека. Есть другой вид пророчества, когда пророку заповеданно передать другим послание, которое он получил. Такое пророчество представляет собой откровение свыше. Почему написано «и сказал, а не показало»? Вот об этом и речь. Основные моменты пророчества, откровения, точнее, в Торе, они связаны со слухом. И помните, что вы не видели никаких образов и так далее. А пророки следующих поколений, в книге «Навиим», там уже у них были образы. Они поэтому считаются пророками более низшего уровня. В отличие, например, от дальневосточной мистики, где считается, что увидеть – это более высший уровень, чем услышать. Так, идём дальше. Головня, спасённая из огня. А, это у нас даже последний отрывок. Сегодня нет пророков. И всё же у нас сохранился крошечный остаток мира пророчества. Это тайная Тора, то есть Каббала. Это Тора, которая передавалась на протяжении поколений в душе Израиля. И иногда в каком-то из поколений, в каком-то из мест являлась в виде откровения тому или иному праведнику. Раф Авраам Бибаго, живший в Испании в поколении перед изгнанием, обсуждает в своей книге «Путь веры» вопрос о продолжительности изгнания. Он объясняет, что цель изгнания – это прояснить разницу между высшим разумом и всем остальным. У высшего разума, то есть пророчества, есть много конкурентов, и необходимо отделить истинное пророчество от его соперника. Вот три основных конкурента, соответствующие трем изгнаниям, в которые уходил народ Израиля. Это египетское, вавилонское и эдомское. Первый конкурент пророчества – это чувственное восприятие. Через органы чувств человек получает много информации, которая конкурирует с посланиями, получаемыми через пророчества. В Египте культура, опиравшаяся на чувства, была развита более всех остальных культур. Поэтому именно там было необходимо прояснить разницу между пророчеством Моше и достижениями египетских колдунов, которые базировались на чувственном восприятии и на каких-то иллюзиях, связанных с чувствами. Моше начинает свое противостояние египетским колдунам с того, что было общим для обеих сторон. Посох, превращение воды в кровь, выход лягушек из Нила, но начиная с нашествия в Ши и Даши, он подчеркивает разницу между ними. Второй конкурент пророчества – это воображение. С этой целью народ Израиля был отправлен в Вавилонское изгнание. В Вавилоне была очень развита сила воображения. Там много внимания уделяли толкованию снов, астрологии, именам ангелов. Потребовалось 70 лет, чтобы прояснить разницу между пророчеством и воображением. Даниэль, толкователь снов, открыл фронт этой духовной битвы. Идом. В Идомском изгнании, самом продолжительном из всех, мы сталкиваемся с третьим соперником пророчества, который, в отличие от остальных, очень похож на само пророчество. Раби Авраам Бибагу называет его «хуш-ат-вуни» – чувством понимания или рациональным чувством. И он имеет в виду философию. Он объясняет, что это чувство только кажется пониманием, а на самом деле является всего лишь чувством, так как базируется на чувственной информации. Разум, который работает с абстрактными понятиями, формирует свои представления только через чувства. И пока всем не станет ясно, что философия основана на чувствах, мы не сможем выйти из Идомского изгнания. Рав Кук объясняет в книге «О род», что есть четкая связь между упадком философии в последних поколениях и грядущим избавлением. Цитата из Рава Кука. «Вся современная культура построена на воображении. И чем больше усиливается воображение и основанное на нем восприятие жизни, тем больше отдаляется свет разума, потому что весь мир думает, что счастье зависит от развития силы воображения. И все постепенно идет к тому, что интеллектуальные силы светской мудрости также поглощаются силой воображения. Поэты и романисты, драматурги и все, кто занимается изящными искусствами, занимают место во главе культуры. А философия хромается, потыкается и не может устоять, потому что чистый разум уходит». Конец цитаты. «Медленно, но верно снижается ценность философии. Ее место постепенно занимает воображение. Это происходит частично из-за того, что великие философы, такие как Кант, признавали, что начало философии лежит в чувственном восприятии. Лидеры культуры нашего времени – это не люди разума, а люди воображения, средства массовой информации, медиа. Но, несмотря на негативную сторону этого процесса, Раф Кук видит в нем потенциал до продвижения. И дальше он пишет «Конечно, все это направляется издалека. Намерение Бога состоит в том, чтобы исправить силу воображения, потому что она является здоровой основой для высшего духа, который раскроется на ней. Укрепление силы воображения против философии призвано подготовить мир к возвращению пророчества». Вот такая мысль. То, что думает, если это было доступно. Если можно. Да. Можно. Вообще, как бы странно все время. Но я хотел оставить это напоследок. Я совершенно не специалист, и не то, что даже вообще не знаток философии и прочего. Но, как бы, общее ощущение, по-моему, это, грубо говоря, наезд Рафа Ширкина на философ. Окей. Но это я бы оставил, может быть, в самом конце. Там, по-моему, чей-то голос слышен. Сейчас я хочу сказать, что все-таки как бы странно, вот эти надерганные все время аргументы, чтобы как можно сильнее видеть философию. То есть, вообще говоря, убить конкурента. Но при этом просто, даже человек на моем нижайшем уровне, да, минимально знакомый, как бы, с текстом Танаха. Сейчас пробыли про Хушим. Обращение, главное обращение к народу Израиля, к Бне Израиля, о том, насколько достоверно то, что получили Тору. Кулам Раитам. Вы все видели. Ну, это же вообще мультимедиа-шоу, правильно? Огонь, голос Бога. Вы все его слышали. Ну, хорошо, это более чем чувство. То есть, то, чтобы доказать Бне Израиля о том, что вот, действительно, все, что говорит Моше, это действительно от Всевышнего, они это видели и чувствовали. Ну, при этом, как бы, говорить о том, что видение и чувствование – это самое плохое, что может быть. Ну, странно все это, нет? Нет, по-моему, Раф Шерки в конце к этому и пришел, да. Да, что вот это все заканчивается и поднимается власть воображения как основа, да, к возвращению пророчества. То есть, вот именно вот это шоу, это то, что сейчас происходит. Да, вот это рациональное чувство, да, которое было ограниченным этапом для исправления, да, а оно приходит в упадок. Я так понял. Ну, в общем, позиция здесь понятна, но я сомнительно отношусь к этому, с сомнениям. Со скептицизм, я бы сказал. Я здесь с Натаном согласен. Вообще, ну, если, как бы, я уже про это сказал, может, просто одно слово, не обязательно это превращать, как бы, в диспут. Ну, вот, мне кажется, мне было бы очень интересно, то есть, опять, вот, общее ощущение, что Раф Шерки, он, грубо говоря, должен убрать конкурентов. Он видит, что вудаизм может быть серьезный конкурент. Он его всяческие примеры приводит, что, грубо говоря, невозможность сравнивать пророчество – это настоящее, все, что связано с философией – это все ненастоящее. А дальше, как бы, приводится аргумент. Мне было бы интересно, да, ведь мы же знаем, что в 20 веке целая плеяда еврейских философов, которые называются еврейские. Ну, хорошо, имена, которые, как бы, все знают, да, Левинас, Францер Сесвай, Эрман Коэн. Правильно, почему их называют еврейские? Ну, наверное, потому что у них есть какая-то тематика, связанная исключительно, как бы, с еврейской ментальностью. Я не знаю, типа, как еврейские художники, ну, предположим, так, да, у них просто есть еврейская тематика. Было бы чрезвычайно интересно, интересно. Сейчас понятно, что нельзя произвести диспут. Раф Шерки, слава богу, жив до 120-ти. Из перечисленных они не живы, не живы. Но вот привести такой вот диалог между ними, вот это было бы интересно. Либо, например, спросить Рафа Шерки, а что вы думаете конкретно? Вот про Францер Сесвай, звезда освобождения. Про Левинаса, вся история с другим, да, другой. Вот это было бы интересно. У меня как бы такое ощущение, опять, я совершенно не навязываю это, но у меня все время такое ощущение, что это реально-реально. Это некоторое, в кавычках, убивание конкурентов. Нам уже было бы гораздо бы интереснее, если бы Раф соотнесся вот с этими еврейскими философами, которые признаны еврейскими философами, я же не говорю про Сата и другого. И вот с ними бы он обсуждал. Ну, окей. Он хочет сказать, на самом деле, что связь между упадком и рациональной философией с избавлением, то есть, что при всех наличия этих философов, в целом наблюдается упадок рациональной философии. Вот что он хочет сказать. Ну, это правильно, хорошо, но можно сказать точно так же. Но это не означает, что хорошо, в 20 веке дикий упадок вообще всех религий. Ну, это приводит Рафа Шерки к тому, что он начинает вообще чуть не леолель вообще всячески превозносить атеистов. Да, почему? Потому что очень хорошо, что человек атеист, вот он чист, у него нет никакой нагруженности, его гораздо больше, можно гораздо быстрее вернуть к Богу. Ну, это понятно, что тоже какая-то отработка. Но религия точно такой же, что на дикий упадок. Да, Натан, я совершенно согласен, это большая проблема. Я предлагаю на этом завершить наше сегодняшнее обсуждение. На большом, поставив большой знак вопроса. Большой знак вопроса. Большой знак вопроса. Спасибо. Все, спасибо, Андрей, большое. Замечательно. Через неделю возвращаемся к нашему обсуждению, правильно? Окей, на русском. Спасибо. Через неделю. И дальше мы будем говорить об искусстве, о культуре и об избавлении. Замечательно. Спасибо. Все, всем пока. Счастливо. До свидания. Спасибо.